МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оформление торжеств, свадеб, праздников. Александр Пушной, телефон 8... Да-да, всё, ладно. Господи. Друзья, самым доступным развлечением для детей и для взрослых являются, конечно, что? Мыльные пузыри. А почему? А потому что всё очень просто. Берёте мыло, взбили, взболтали, взяли палочку с дырочкой и... Пожалуйста, всё получается. Главное, чтобы не пошёл дождь. Да, кстати, на улице этим можно заниматься, но дождь помеха. Кстати говоря, под водой этим тоже заниматься невозможно. Хотя нет, я недавно видел ролик в интернете, там парень выдувал пузыри под водой. Ртом. Но мне кажется, что это неправда. Видеомонтаж. Хотя, давайте проверим. Кто-то отправляется за новыми впечатлениями в дальние страны. А вот корреспонденты Галилео предпочитают виртуальные путешествия. Подчас, не отходя от компьютера, можно узнать гораздо больше, чем из какой-нибудь тур поездки. Вот и сегодня мы обнаружили на просторах интернета необычное видео. А теперь все редакции ломаем голову. Может ли обычный человек пускать кольца, находясь при этом на дне бассейна? Чего тут думать? Программа-то у нас не аналитическая, а экспериментальная. Поэтому сразу переходим к делу. Мы попросили посетителей одного аквапарка попробовать повторить трюк из видеоролика. Но пускать пузыри и младенцы умеют. А выдуть кольцо в воде, как видите, ни у кого из наших добровольцев так и не получилось. Но сдаваться мы не собираемся. Есть идея. Может, для начала стоит попробовать сделать что-то подобное на суше? Знакомьтесь, это Оливер. Друзья называют его спец по выпуску колец. Дымит он, не останавливаясь. Например, это самый простой трюк из тех, которые парень показывает у себя на работе, в цирке. Мы включили камеру. Кстати, она может снимать до полутора тысяч кадров за секунду. И выяснили, чтобы получить колечко, нужно набрать в рот побольше дыма. Сложить губы трубочкой и начать выпускать дым порциями. Заметьте, губы Оливера всегда остаются неподвижными. Он выпускает воздух еле заметными движениями нижней челюсти. То же самое можно проделать при помощи пластиковой бутылки с дымом. Если на нее резко надавить, часть воздуха выйдет из узкого горлышка. Поток дыма, можно сказать, пытается вывернуться наизнанку. Этот процесс – образование колечек. Физики называют кольцевой вихрь. То же самое происходит с воздухом всякий раз, когда мы просто резко выдыхаем. Значит, пускать кольца, возможно, и находясь под водой. Это открытие не дает Оливеру покоя. Он сам хочет попробовать повторить трюк из интернета. Но ведь наш герой – не ихтиандр. Ему придется хорошо потренироваться, прежде чем он сможет надолго задерживать дыхание. Для начала он пробует сделать это на суше. Оливеру хватило воздуха почти на полторы минуты. Посмотрим, сколько он продержится. Легкие состоят из так называемых альвеолярных мешочков – воздушных пузырьков. Если расположить эти легочные клетки в ряд, получившуюся поверхность можно было бы сравнить с площадью среднего теннисного корта. Представляете, сколько воздуха в них входит? Почему же тогда Оливер так мало пробыл под водой? В отличие от ныряльщика из интернета, наш герой постоянно всплывал на поверхность, как надутый шарик. А что этот трюкач держит в руках? Похоже, небольшой груз. Кроме того, он в очках, а на его носу можно разглядеть зажим. Может, секрет пускания идеальных колечек кроется в незатейливом снаряжении? На этот раз Оливер камнем уходит на дно бассейна. Еще бы, ведь он принял на грудь 2,5 кило свинца. Наш экспериментатор вытягивает губы, но выходят из них по-прежнему только пузыри. Неужели ролик из интернета – подделка? Смотрите-ка, бассейн на видео гораздо глубже нашего. Может, пузыри просто не успевали превратиться в кольца, потому что в нашем бассейне слишком мелко? Исследователи «Галилео» меняют расположение своей лаборатории. Эксперимент будет проходить в бассейне дайвинг-центра на глубине 4 метров. Инструктор подводного погружения УВА обучит Оливера искусству апноэ, то есть длительной задержки дыхания. Сам УВА может находиться под водой до 3,5 минут, но оказывается, это не предел. Объем твоих легких не меньше 3,5 тысяч миллилитров. Ого! Если ты сделаешь так, то в лучшем случае заполнишь воздухом только седьмую часть легких. Поэтому перед погружением нужно потренироваться дышать глубоко. Вдыхаешь полной грудью и спокойно выдыхаешь весь воздух до конца. Говоря словами дайверов, чтобы компенсировать плавучесть, то есть пойти на дно, наши герои надели 6-килограммовые пояса. Они все еще верят, что научатся выдувать колечки. Упорству ребят можно позавидовать. Они продолжают бурлить на дне бассейна, как два разбушевавшихся гейзера. Откуда такая уверенность в собственных силах? Перед экспериментом мы показали нашим героям вот это видео. Уж если дельфины могут проделывать такое, Ува и Оливеру грех не научиться. Кстати, считается, что в коре головного мозга у дельфина в два раза больше извилин, чем у человека. Но нашим героям не до научных открытий. Оба только наглотались воды. Никаких кругов не вышло. А пока испытатели раздували легкие, мы тоже времени даром не теряли. Корреспонденты Галилео использовали все свои связи и нашли человека, который точно сможет помочь нашим героям. После часа безуспешного барахтанья в бассейне для Ува и Оливера этот человек стал настоящим героем. Знакомьтесь, Михаэль. Именно он выложил в интернет ролик со своим участием. Получится смешно, если сейчас Михаэль торжественно объявит, что его видео – продукт монтажа. Ничего подобного. Весь секрет пускания колечек в особой технике. Как вы поняли, под водой постоянно держать рот открытым и вытягивать губы трубочкой не получается. Чтобы не захлебнуться, делаем так. Правильно. Выпускаем воздух небольшими порциями и снова закрываем рот, чтобы не набрать воды. Давайте попробуем. На словах все так просто. Михаэль должен сделать резкий выдох. Сжатый воздух начнет вращаться и образуется колечко. Оливер и Ува, как поплавки, наблюдают за этим с поверхности воды. Если парень каждый день будет вот так зависать в бассейне, он запросто сможет переплюнуть, вернее, передышать швейцарца Петера Кола. В феврале этого года Кола установил рекорд. Буквально на одном дыхании ушел под воду на 19 минут и 21 секунду. Но вернемся к нашим успехам. Кольца из дыма пускает, вытянув губы в форме буквы О. А под водой рот приходится держать на замке и выпускать воздух порцией. Вот почему на суше Оливер был настоящим царем колечек, а в воде стал неловким пузырящим гейзером. Пока он барахтается у поверхности, Ува делает первые успехи. Жаль, тренировки выходят слишком короткие. Без воздуха под водой долго не протянешь. А что, если погружаться с аквалангами? Тогда можно будет часами любоваться со дна своими колечками. Только не забывайте хоть иногда выплывать на поверхность. Ведь тренировки тренировками, а обед по расписанию. А был еще подобный случай. Один ловкач, вот типа того, которого видели у нас в сюжете, пускал пузыри, пускал со дна бассейна, так увлекся, что утонул. Но его спасли. И потом ему пришлось уже ставить пузырь тем, кто его спас. Вот такая вот интересная загогулина. Редактор субтитров А.Семкин